Используя возможности аниматрон, покажем, как можно нарисовать траекторию движения тела, брошенного под углом горизонта со скоростью 10 метров в секунду. Придерживая кнопку shift, нарисуем примитив линия. Длину линии сделаем равной 1000 миллиметров, то есть 10 метров. Очень важная точка при выделении этой линии с помощью элемента выделить, select, называется точка регистрации. Мы ее перенесем в левый край, чтобы можно было вращать, а при вращении будем наблюдать какие углы нам нужны. Мы хотим повернуть нашу линию под углом 30 градусов и нарисовать тело шарик, придерживая shift, будем рисовать круг, а не овал. Это будет наше тело, которое будет двигаться скоростью 10 метров в секунду, то есть за 10 метров оно пройдет как раз длину этого отрезка. Его длина равна 10 метров и окажется вот в этой точке, если у нас не будет никакой силы тяжести. Силу тяжести мы учтем таким образом. Нарисуем тело прямоугольник, сгруппируем его вместе с нашим шариком и через одну секунду это тело должно оказаться на 5 метров ниже. Под действием силы тяжести за первую секунду тело проходит 5 метров. Почитав уме, подставив 990 миллиметров, находим новое местоположение. Тело само находит. Пробуем. Забыли выделить здесь указать, что у нас движение ровно ускоренное. Это делается таким амжезом. И запуск показывает, что тело у нас действительно движется по параболе. Задание, которое вы должны выполнить, заключается в следующем. Одну секунду мы разбили на 4 интервала под 0,25 секунды и отмечаем положение нашего тела отсчета прямоугольника через каждые четверть секунды. Все, что здесь написано, вы должны выполнить сами и найти отношение длин отрезков от верхнего штриха до каждого из последующих. От верхнего до первого. Продолжение следует... Продолжение следует...